Золотую медаль Золотую медаль Золотую медаль Золотую медаль Золотую медаль стал и никуда не ездил почему то что ж меня вот такая была метода только золото считалось в советское время вы письмо брежнева если смотрит дробление что это такая фигня в спорте ну-ка во первых чтобы до брежнева дошло говорили находили причинам по каким-то него избавлю был хороший министр спорта сергей павлов умный человек серьезный министр спорта организатор оратор великий и для спорта особенно для проведения олимпийских игр в москве сделал очень много павлов сильная личность но благородные были люди или нет павлов были ошибки серьезные когда он стал заниматься пришел с комсомола он вначале говорил я всех выгоню стариков у меня комсомольцы будут руководить спортом все тренеры будут комсомольцы когда он завалился на партийном акте это комсомольском активе московского иного круга так сказал я слышу и он стал снимать тарасова чернышева он снял и гомельского и других тренеров потом вернул а потом когда он видит что в общем тут знания нужны опыт нужен квалификация он стал возвращать нас расскажите значит тарас вот вадимович тарасов великому тарасову за характер прощали все я думаю что тарасов это легенда нашего хоккея и мирового хоккея вот не было тарас вот такая же была сборная или никогда никогда до сих пор наш хоккей катится по рельсам тарасов до сих до сих пор все что он создал его методика его атлетическая готовность его управление команда его тактика это все еще сейчас востребованно это спорт что там какая методика это спорт андрей ну что ты милый есть фирсов есть спорт нет фирсова нет спорта я не про создать этого фирсова а научить его быстрее всех бегать лучше поднимать штангу обманывать привить ему новые приемы в технике это все тренер это все тарас а Субтитры создавал DimaTorzok Для того, чтобы игрок заиграл, даже талантливый игрок, ему нужно, во-первых, дать направление. Вот у меня был Крумельш такой, наверное, помнишь ты его, да? 2,20. Он пришел ко мне, ему было 24 года. До этого на носках не стоял, но я видел, что это шкаф. 2 метра, 20. 2,20, 150 килограмм. И тогда увлечение было такими здоровыми. И я понял, что всему научить его нельзя. Он уже старый человек, начинать надо в 6 лет. Мы выучили три приема. Бросок крюком, штрафные снизу и, естественно, подбор мяча, передачи. И он через год попал в сборную страны. Через два стал чемпионом страны. Поехал на Олимпиаду и был много лет лучшим центровым страны Европы. Я понимал, что Сабонису, который начал с мальчишеских лет... А у него сколько, 2? У него 2,24. А кто выше всех был? А выше всех был Ахтаев. 2,38. О, Бог наградил. Да, но ты знаешь, многие эти большие ребята, вот исключая Сабониса, они акромегалы. А что такое? Акромегалии – это переразит гипофиз, гиперфункция гипофиза. И они мало живут. Они играют, конечно, баскетбол для них отдушина, это счастье, иначе бы они с таким ростом просто прятались от людей. А так они находят себя, проявляют, играют, получают счастье, удовлетворение в жизни. Такой рост – это болезнь? Это болезнь, да, очень большая. Есть, конечно, нормальные ребята. Вот американцы, там, Чемберлин, Рассел, Шакилу Нил, Громадина. Наш Сабонис, 40 лет ему, еще его призывают играть, в чем платят в год 10 миллионов долларов. Это не акромегалы, а люди, у которых удлинены конечности, носы, челюсти. Это явные признаки акромегалии. И они уходят из жизни рано, где-то 50 лет им отпущено. Но эти 50 лет, если они в баскетболе, они счастливы. Но все-таки, Тарасов, школа, вы говорите, жива школа. А где она сегодня тогда? А ты знаешь, как получается? Вот возьми люди Тарасова, которых он воспитал. Они же все в деле. Они все сейчас в ЦСКА работают, в других клубах. Моисеев, чей воспитанник? Тарасов воспитанник. Даже если говорить о Викторе Васильевичу Тихонове, он не очень, так сказать, поминает добрым словом. Все висят в ЦСКА, портреты всех великих, а Тарасова там нет. Почему? И я думаю, что это ошибка, Виктор Васильевич. Ну, как это? Ну, вот какая-то у них несогласованность была. Хотя Виктор Васильевич один из самых, может быть, талантливых последователей Тарасова. Он тоже тренер. Вот он сейчас взялся в национальную сборную командовую. Я ему говорю, Витя, не боишься? Все-таки тебе лет-то уже много. Он говорит, а лучше нет никого. И, может быть, он прав. Он прав. Он прав, что лучше, сильнее нету. И он взялся. Но методика подготовки... Все-таки за характер. Прощали все? Тарасова? Ну, а как его не прощать? Надо было прощать, потому что он делал дело. У него были сложности с журналистами. Он считал, что журналисты шелкоперы, и они должны думать и писать так, как он хочет. Я ему говорил, Толя, что ты с ними все воюешь-то? А мы жили в одном доме на Соколе, там дом генеральский, и много жило спортсменов. Все великие там жили. И вот он часто приходил к нам на кухню, и мы начинали под рюмочку водки, начинали спорить, во-первых, какой вид спорта лучше, баскетбол, хоккей. Он был тяжелый человек. Знаете, упрямый. Но все это делалось на пользу хоккея. Он настолько был предан этой игре. Ну, когда погиб Харламов, не взяли его, да? Трагедия случилась на чемпионатах. Но ведь не Тарасов тут был. Не Тарасов, да. Но все-таки как-то вот понятно, что так нельзя, или нет, спорт диктует, как и бизнес. Любое дело, свои законы. В спорте... Потерял форму. Суровые законы, суровые, безусловно. Особенно они касаются спорт высших достижений. Там часто, в общем-то, перегрузки, тяжелые напряжения, травмы. Все это есть. Но это все оправдано. Особенно это оправдано, если человек получает радость от занятия спортом. Человек является примером для того, чтобы молодежь шла в спорт. О ком в спорте осталась самая высокая слава? Или так нельзя сказать? Ну, в баскетболе легенда была Александр Белов. Великий спортсмен. А из чего рождается легенда? Понимаешь, легенду создают журналисты, прежде всего. Зрители создают сами люди. Он был симпатичный. Красивый. Он все умел делать на площадке. Играючи. Вот в баскетболе сейчас, наверное, легенда номер один – это Сабонис. Он закончил играть, но он играл красиво. Каждая его передача, каждый его бросок – это наслаждение. Это радость публике. Мы же играем для того, чтобы публика получила удовольствие. Мы хотим победить. И сейчас несколько изменилось вообще представление Андрея. Вот в мое время я понимал, что я должен только быть золотым. И, скажем, если Иван Едешко делал такую хитрую передачу, которая нравилась публике, но она была рискованной, я его сажал на скамейку. Сейчас я понимаю, что это неправильно. Сейчас я за то, чтобы все было красиво, чтобы публика получала наслаждение от действий наших игроков. В мое время это было рискованно. Потом, вот, скажем, олимпийская последняя золотая медаль моя на Олимпиаде, в 88-м году, когда играли эти великие Волков, Сабонис, Морчеленис, Тараканов, Куртинайти, Стихоненко, они были настолько интеллигентны ребята, что я уже не мог их давить, вот ты говоришь о давлении, о характере. То поколение, которое ушло, они были, во-первых, менее интеллектуальны, толковые ребята были, но таких мудрецов, как Морчеленис, который стал миллионером, как Сабонис, как Волков, как Куртинайти, они стали министрами спорта. И не было до этого. И с этими я уже не мог просто сказать, вот так. Мы уже общались. Если я хотел какую-то тактику придумать для этого игрока, я его спрашивал, откуда тебе удобнее будет бросать? Кто тебе лучше поставит за слон? Он говорит, вот это моя точка. Хорошо, говорю, значит, с этой точки ты тысячу бросков в день делаешь. И он до автоматизма доводил Куртинайти против американцев с одного места. После комбинации с трех заслонов забил семь бросков трехочковых американцев. И они были умны, интеллигентны. И после этого они все стали великими. Ни один не упал. Ни один не сломался, не спился. Все богатые. Все прилично выглядят. Значит, самых страшных, вот в хоккее больше всего самых страшных судей. Самый лучший в хоккее. И самый страшный в хоккее. Коноваленко. Тяжелый. Откуда ты все знаешь? Ну как? Я в своей стране живу. Я вообще хочу все знать. Ну, молодец. Вот почему? Стараюсь. А почему все-таки? Я думаю, что... Я думаю, ну, хоккей... Слава понятна. Лучше всех Бобров был. Мой товарищ. Кстати говоря, вот ты спросил о Тарасове. Севка выиграл чемпионат мира. Тарасова сняли, поставили Боброва. Значит, я поцеловал Севку. Увидел его в Лужниках. Я говорю, все поздравляйте, это чемпион мира. И Тарасов увидел это. И он три месяца со мной не разговаривал. Да почему? Я ему говорю, Толя, я ж тебе своих врагов не предлагаю. Ты совсем ненормальный. Он говорит, не годится он. Он признавал его, как великого спортсмена. Была история. Значит, в одном доме живем. Там въезд такой узкий. Две машины не могут проехать. Вот они стояли напротив друг друга. Обе на... И тот, и другой на Волге. И не уступают дорогу. Пока не подъехали там другие машины, стали гудеть, чтобы они уступили... Два великих спортсменов. Два великих. И признавали... Бодаются на Волгах. Бобров говорит, да, Тарасов великий тренер. Тарасов говорит, Бобров великий спортсмен, но не тренер. А ты не игрок. А оба были велики. Удивительно. Ну, это характеры. Удивительно. Поэтому Тарасову можно было прощать. Почему ломаются именно в хоккее судьбы вот после? Тут несколько причин. Во-первых, я думаю, что все зависит от команды. От тренера. Если тренер озабочен судьбой игрока, когда он уходит, он озабочен, как он живет, какая у него семья, как он ведет себя, как он учится, какое у него будущее. Это забота тренера. Такие тренеры были? Которые заботились? Да, вот до конца, вот до пенсии. Ну, я такой тренер. А в футболе? А в хоккее? Я думаю, что Аркадьев, Чернышев, динамовский тренер, братья Старостины, это люди интеллигентные, которые всегда понимали, что игрок уходит, начинается тяжелая судьба, тяжелая жизнь. Они были озабочены, как устроить этого игрока. Или устроить его учиться, или дать ему какую-то тренерскую должность. А у таком из великих была действительно худая слава. И почему? Именно из великих. Андрей, ты знаешь, ты спрашиваешь меня... Гений, злодействие и вещи несовместные. Нет, я не об этом хочу сказать. Ты понимаешь, я слишком преклоняюсь перед талантами в спорте. Я знаю, какой труд стоит за этими успехами. Я не знаю вообще подлецов, спортсменов больших. Это люди, преданные своему делу. Если он подлец, то он не добьется ничего. Это очень тяжело. В индивидуальных видах спорта там несколько другая психология, другое воспитание. Почему сегодня столько подлости? В судействе, например. На глазах у всех, да, история Карелина. Но засудили пара. Ты же понимаешь прекрасно, что ситуация сегодняшняя в нашей стране, да и в мире, она несколько изменилась. Ценности потеряли свою прелесть, которые были. Патриотизм, ответственность, дисциплина. Деньги стали главенствующим. И если судья продается и берет деньги за то, что он помогает какой-то команде, он естественно подлец. А судьи через одного продаются сегодня, по вашему наблюдению? Я бы так не сказал. Есть группа порядочных судей. Раньше, вот в период, когда до распада страны, это вообще был синоним. Если бы случилось что-то, это фантастика. Ну просто я не представляю, что раньше был судья, который брал деньги за то, что помогал одной команде. Никогда не было таких примеров? В баскетболе такого при мне не было никогда. Ни разу? Моя команда никому не проиграла заранее. Не платила, разумеется. Никогда не платила. Матчи не сдавали. Не сдавали, не продавали. Мы никому не проигрывали. И нас никто не пытался купить. Я 15 раз чемпион СССР. Понимаешь, рижская команда, которую я тренировал. Ну хоть раз, хоть бутылку коньяка, хоть трешку предложили, но честно, я знаю. Не вы, а вам. Никогда. Знали, что я никогда не возьму. Понимаешь, и сейчас, видимо, существует это. Но, как тебе сказать. Во-первых, не пойман ни вор. Во-вторых, часто говорят, что что-то есть, не зная. Проиграла команда. Тренер говорит, вот меня засудили. Есть тренеры, которые никогда этого не допускают. Это тоже слабость. Валить все на судей. И поэтому и журналисты, и тренеры, и зрители проигравшей команды, они обозлены. И, естественно, они в какой-то степени хотят оправдать своих любимцев и говорят, вот нас плавили, там продали игру. Все-таки история Карелина. Вот поражение его на Олимпиаде. Но это явный шахер-махер. Не согласен. Нет? Не согласен. Саша был не в лучшей форме. Там другое дело, можно было не выпустить этого американца. Наши судили матч, когда израильтянин боролся с американцем. И если бы израильтянин выиграл, то никаких бы вопросов не было. Потому что он вообще под Сашу бы лег. Не мог он победить Сашу. А там наши дали победу американцу, который потом и Сашку обыграл. Ну, Саша был уже не в такой порядке, как обычно был. Все-таки для него это длительный турнир, психологически очень напряженный. Великий человек, великий спортсмен. Во всех отношениях. А если говорить о детях, сейчас кто идет заниматься спортом? Не тренеры детских спортшкол, а родители. То есть из-за денег. Если родители понимают, что ребенок должен быть здоровым... Или из-за денег. Все-таки бизнес. Направить ребенка. Спортсмены живут хорошо. А в хоккее так миллионеры. Ты понимаешь, вот я тебе о себе скажу. Ты знаешь, у меня четыре сына. Маленькому сейчас шесть лет. Вот он играет два раза в неделю в теннис и два раза в неделю плавает. И ходит с удовольствием. Почему я этим... Я не хочу, чтобы он стал великим спортсменом. Вдруг получится. Но я знаю, что он занят. Я знаю, что ему это нравится. Я думаю, что сегодня вот то, что делается в Москве, строятся стадионы. Вот мы недавно открыли у меня во дворе баскетбольную площадку. Юрий Михайлович открывал. И первый раз сам бросал по кольцу. Он мужик упорный и забил все-таки. Ну, с какого раза попал-то? В третьего раза попал. А, ну попал. Попал, да. Я знаю, что он два раза играет в теннис. Но это Москва. А у нас по всей стране закрываются сельские школы. Какой спорт? Не только школы закрываются. Там же нет стадионов. Нет площадок. Там ничего нет для того, чтобы дети могли заниматься чем-то. Чтобы они были здоровы. Площадку сделать? Какие деньги нужны? Два камня поставил, вот ворота. Как мы играли в футбол в волшебе. Или баскетбольный щит поставил. Тоже прибей две доски и кольцо. Почему этого нет? А потому что нет людей, которые были бы озабочены детской жизнью, подрастающим поколением, их здоровьем, их социальными условиями. Нет, есть мэры, есть губернаторы. А вот там, где губернатор заинтересован в развитии спорта, заинтересован, чтобы дети ушли из подвалов, перестали глотать пиво, перестали колоться. Там строятся, как в Подмосковье, как в Москве, сотни новых стадионов, залов, площадок. Ведь у нас программа, Михайлович, сделать в каждом московском дворе баскетбольный щит. И если это будет, вот у меня сейчас построили мы, они до часу ночи кидают по кольцу. Сделали там специальный фонарь для того, чтобы посвящать ночью. И не уходят. Даже вот в холода играют там, в холодную погоду. И если, скажем, Москва в этом плане является передовым городом, не только в баскетболе, во всех игровых видах спорта, мальчишки уходят от этой заразы. И это очень важно для будущего. Не миф это, что спорт действительно помогает. Не миф это. Это не миф, Андрей. Это не миф. Я скажу, возьми мой пример. Я прошел блокаду, улицу, у нас был бандитский двор. Воры, хулиганы. И тренер, который мне сказал, ты знаешь, говорит, Шурик, или твой дым из сигареты, и там папиросы были, или мяч. Выбирай одно. И бросил мне мяч так сильно, кистевая передача такая месть, при всей школьной команде там. Я не поймал, в нос получил. Все засмеялись, я завелся. И он говорит, сделаю тебя человеком. Бросай улицу. И я пошел за ним. И пошли очень много блокадных мальчишек после блокадных. Пошли за Новожиловым. И стали спортсменами, стали людьми. И потом, когда я стал уже тренером, я боролся за то, чтобы каждый из них стал человеком. И я знаю, что вот маршал Жуков, которым я провел два лета в Риге, когда он был в Апале, он же ввел обязательное занятие во время обеденного перерыва. Все выходили и занимались спортом. Абсолютно все военные офицеры, всех штабов, по всей армии так было. Потом ушел Жуков, опять стали появляться животы. Он говорил так, если ты не можешь справиться со своим животом, как ты будешь руководить своими солдатами? И через вот такое силовое воздействие армия была здоровая, подтянутая, молодая. Это очень важно. Рыба пахнет с головы. Я сказал, как Лужков занимается спортом. Сейчас ведь он играет в теннис. Ты посмотри, вся Мерия приходит на стадион играть в теннис. Он в футбол, все приходят играть. Ну, отметиться-то надо, шеф. И не только отметиться, они занимаются. Им стыдно. Вот он сейчас похудел на 10 килограмм. И они начинают худеть все. Каждый человек должен стараться быть здоровым и красивым. Надо себе нравиться. Но спорт в России всегда был профессиональным. Всегда. Да. Большой спорт всегда был профессиональный. И если мы темнили и скрывали это дело. А зачем темнили? Как понять теперь? Потому что было ведь такое правило, что профессионалы не могут играть с любителями. Это было не нами придумано, это было придумано Олимпийским движением, Олимпийским комитетом. И мы лучше всех выкручивались из этой ситуации. А Жуков болел за ЦСКА или не обязательно? Жуков был поклонник армейской команды. Я лично получил от него три ружья за Кубки Европейских чемпионов. Он был большой поклонник спорта, любил игровые виды, сам неплохо играл в теннис. Но откровенен был в таких частных разговорах? Я спрашивал его, когда он приехал в Ригу, его флотские не любили. Он его флота забрал в сельгод. И когда он приехал в санаторий военно-морского флота, Горшков прислал своего адъютанта, чтобы с Жукова никаких почестей. Разбирал Горшков главком? Главком, да. И начальник санатория, Володя Раевский, мой товарищ, он говорит, слушай, у меня дурацкое положение. Жуков приехал с женой, с дочкой, и у них машины нет. Они питаются в общей столовой, живут в не очень хороших условиях. И я ничего не могу сделать, иначе меня сразу выкинут из армии, уволят. Меня предупредили. И адъютант Горшкова за этим наблюдает. Помоги, тебе же все равно, ты тренер, и плевал на все это дело. И он меня подводит к Жукову. И говорит, значит, вот это наш тренер, я уже был чемпионом Европы, тренер сборной. А я, говорит, знаю его, я же ему ружье подарил за Кубки Европы. Ну и так стали общаться. За грибами, в теннис, в бильярд, в шахматы. Ирина Александровна говорила, не выигрывайте, Саша у него никогда. Он не умеет проигрывать, не любит проигрывать. Ну, действительно, он эмоциональный человек, хотя сдержанный. Мы ходили за грибами, он найдет белый гриб и кричит, сей сюда, белый гриб нашел. Он радовался этому. Вот, едем на машине, я ему говорю, Георгий Константинович, не очень быстро я везу такой ценный груз. Он говорит, быстрый ценный груз был, говорит, но растрясли весь. Он рассказывал, как приехал посол Фирюбин в Югославии. Он отдыхал у Тита на Брионах. Приехал посол и порученец, генерал. И вот они держат телеграмму внизу, а он на балконе там отдыхал в номере у себя, у Тита. И начинают спорить, кому докладывать. Ну, неудобно, там телеграмма пришла от Хрущева, что он снят со всех постов. И он вышел. И говорит, что вы там спорите? Да вот телеграмма пришла. Ну, читайте. Ну, этот читает, значит, генерал. Что вы немедленно должны вернуться в Москву. Вы освобождены от всех постов в армии, как министр обороны, как член политбюро. А он на балконе стоит. А он стоит на балконе. Это он мне рассказывал сам. И я, говорит, спросил, а кого назначили-то? Этот ему, говорит, назначили Малиновского. Ну, ничего, говорит, я думал, Фурцеву поставят. Он умел сдерживать себя. После того, что он получал от Сталина, когда его, Жукова, который выиграл все, что можно было, сначала кинули в Одессу, командовать Одессским военным округом. Потом загнали в Свердловск. Кстати говоря, мы играли там матч городов в Свердловске. Матч восьми городов. Был такое соревнование. И он пришел на матч. Зал был не очень большой, где-то две с половиной-три тысячи. Знаете, как его приветствовал? Все встали. Мало того, что встали. Они кричали, топали и хлопали ему все. Забыли, что они на баскетбол пришли. Популярность была огромная. Поэтому, конечно, я понимаю Хрущева, который сначала использовал его для того, чтобы победить эту группу Молотов. Но действительно письмо Жукова в поддержку будущего доклада на 20-м съезде? Я думаю, что Жуков... Это легенда. Нет. Жуков сам это понимал и говорил об этом. Он говорил, я не хотел быть политиком никогда. Но когда они хотели вернуться к тому, что было при Сталине, я боялся этого. Я сказал, что если нужно, будут и танки в Кремле. Вот эта фраза. Вот она и была. Она и была, да. И он это подтверждает. Но я, говорит, Хрущев зря боялся. Я его поддержал. Но занимать его позицию я не хотел. Я военный. И меня втаскивали в политику. Вот когда я его привез на баскетбольный матч, мы играли с Румынией на летней площадке, на Взмурье. Все правительство было латвийское. Ну, тогда Пельша был, Калмберзин. Помните такие фигуры? Арвид Яныч. Арвид Яныч, да. Вот. И, значит, там четыре звезды у него на сером пиджаке. Он проходит, я его провожу на трибуну. Я предупредил всех, что приедет Жуков. Они все встали. Так, он прошел, сел, ни с кем не поздоровался. Вот вы говорите об обиде там его. Потом уезжаем, садимся на машину. Я ему спрашиваю, Георгий Константинович, Чего же вы с ними не поздоровались-то, мальчишки? А Сталин был для него бог. Я спрашивал его о Сталине. Он говорит, я никого в жизни не боялся. Но его кошачьих глаз я выдержать не мог. Когда он смотрел, упор, я, говорит, выдержать не мог. И потом он о Сталине без большой обиды говорил. Меня это удивило, что все-таки так много Жуков сделал для победы. И он народный герой, и так с ним обошлись. Но он говорил, вот Сталин в начале войны очень мало понимал в военном деле. Он просто плавал. И его указания и под Киевом, и в Белоруссии, и под Харьковом привели к большим потерям. Там очень много погибло людей. И он не слушал. Вперед и больше ничего. И вот после неудач он изменился. Во-первых, прислушиваться стал. А во-вторых, очень быстро стал разбираться в военном искусстве. Удивительно, говорит, как он быстро влез в это военное дело. И многие доклады наши об операциях он подправлял. Он подправлял уже как военный стратег. Это я вот слышал от Жукова. Александр, объясните мне. Великий Жуков, считайте, он автор Победы. 55 картин спереть. Вот слово спереть, а как по-другому? Конечно, сперли. Политбюро было по этому поводу. Будён им выступал. Но как он не вяжется одно с другим? Я не могу его осуждать ни за что. Все везли. Мы же жили очень плохо. Мы победители. Мы завоеватели. И поэтому мы считали, что всё нам возможно. Всё годится. Понимаешь? И он был из народа. Ему тоже хотелось, как победителю, чтобы у него было. Может быть, немножко больше. Но осуждать я его не могу. Да никто не осуждает. Разобраться бы в этом. А как разобраться? Это наша натура. Это наша бедность. Но он не был жадным человеком. Все говорят. А злым всё-таки был? Он не злой был. Он был очень решительный и требовательный. Воля. Это война. Я думаю, что и тренер во время боя, во время игры должен быть жёстким. Надо, чтобы тебя слушали. И каждое твоё слово ловили. Иначе будет на площадке чёрт-те, что творится. И Жуков понимал это. А потом трудно было. Отступали. Боялись. И он жестоко расправлялся с трусами. Он хотел победы. И бился за неё. Он себя тоже не берёг. Не хочу плохого говорить о этом святом человеке для меня. Я полковник. 40 лет прослужил в армии. И я считаю, что наши военные... Я со многими общался очень. Так мне повезло, что многие военные любили спорт. Я знал хорошо Гречка, знал Устинова, Малиновского, Батова, Пал Ивановича. Но вы с Устиновым никогда о Жукове не говорили? Я ни с кем из них о Жукове не говорил. Больная тема наверняка была для... Для них больная тема. Больше, чем для меня. Ну, конечно. Понимаете? Потому что они все были ущемлены отношением к Жукову. Они же все его гнезда. И все его соратники. Поэтому, когда с ним так поступили, естественно, это была обида на всех. Руководители, армейская большая обида. Я сейчас, вот в прошедствии многих лет, я мальчишкой, вот таким вот, еще до войны, в нашем доме жил человек, носивший комбрик. Шпала. Не шпала, а ромба у него была. И орден у него был. Один или два. Так я забегал вперед в остановку. Бежал, чтобы посмотреть, какие люди... Что такое армия была раньше. Да. Как любили военных. Как ценили, уважали. Как опустили нашу армию. Жукова бы допустил когда-нибудь это. Вот вчера у нас на игре был министр обороны. Болел за нашу команду. Первый раз пришел. И выглядит хорошо. Красивый мужик. Я ему говорю, как на вас приятно смотреть. Он чуть с балкона там не свалился. Так он кричал за команду ЦСКА. Я говорю, приходите. Через спорт можно укреплять и дисциплину, и здоровье, и все прочее. Он говорит, буду ходить, когда в Москве. Я говорю, надо обязательно поднять уважение к нашим войскам. Это тяжелая служба в разных уголках страны. Но все-таки будущее нашего армейского, баскетбола, спорта, просто спорта, оно печальное. Что нас ждет? Ваш анализ. Я думаю, что худшее прошли мы. В спорте, и в детском спорте, и в большом спорте худшее уже позади. Наши спортсмены снова стали выигрывать крупнейшие соревнования. А если выигрывают большие спортсмены, появляются дети, которые смотрят на этих кумиров. И хотят подражать им. И то, что сегодня очень большая группа наших руководителей страны понимает значимость спорта. Начинают помогать спорту не словами, а делами и деньгами. И правительство повернулось к спорту лицом. Это вселяет уверенность и надежду. Единственное, что ты правильно обозначил, что важно думать не только о рекордах, о мальчишках и девчонках. Потому что отсюда и рекорды начинаются, и здоровье объединения наций. Если мы будем думать о том, чтобы наши мальчишки были здоровыми, чтобы не болтались по подворотням, не курили, не кололись, а брались за мячи и шайбы, и клюшки, все будет по-другому. И будущее страны будет по-другому. Потому что спорт – это общеобъединяющая идея. У нас нет людей, партий сколько у нас, сколько к тебе приходят партийцев. Но кто-нибудь из них болеет против, когда выступает в сборной Советского Союза. Все болеют за. Значит, спорт может объединить народ. Всех вместе, любой партийный босс, когда играет советская команда, нет, не советская, а российская команда, будет сердечно болеть за нашу страну. Иначе он вообще должен уехать отсюда, к чертой матери. И поэтому я вижу через спорт здоровые будущие страны, процветающие, здоровые страны. Для этого многое надо сделать не только в спорте.